На часах 10 утра, воскресенье, но жители этой новой многоэтажки давно не спят, ждут высокую гостью. Посмотреть, как живут в новостройке переселенцы из аварийных бараков, приехала член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Светлана Калинина хотела лично встретиться с собственниками полученных квадратов, чтобы узнать, насколько людей устраивает новое жилье и нет ли с ним проблем. Хочу вот посмотреть, как вас переселили в таких домах. Нравится или нет? Что не нравится? Что плохо, что хорошо? Постоянно перегорают лампочки в подъезде и лифт дал сбой буквально в день приезда гостей. Единственные проблемы, которые озвучили жители новостройки. Присутствующие на месте представители управляющей компании и компании застройщика отметили проблемы решаемые и недочеты легко устранят. Существенных же проблем у переселенцев нет. Устраивает и качество дома, и наличие хорошей парковки, а также оборудованная детская площадка. Эти же плюсы отметила и Светлана Калинина. По итогу Светлана Калинина высоко оценила работу строителей и предложила создать реестр самых добросовестных застройщиков, чтобы в будущем органы власти знали, кто сможет реализовать программу по переселению достойно и качественно. Здесь хочется подрядчика, во-первых, в первую очередь, красиво оформить и благодарностью на сайте Минстроя России, как очень добросовестный подрядчик, потому что за те деньги, которые мы даем для социального жилья, сегодня этот дом показал, что можно строить, если человек имеет честь, совесть и достоинство и не теряет свою профессиональную ниточку. Вот он сегодня показал, как надо работать вообще. По стране это один из лучших пяти опытов, которые я могу сказать. Светлана Калинина высоко оценила и работу по благоустройству дворовых территорий в Свободном, которая велась в рамках программы по формированию современной городской среды. Для осмотра были выбраны дворы, работа в которых завершилась в 2017 и 2018 годах. Как рассказала старшая дома по улице Репина, 14, приняли участие в конкурсе два года назад. На благоустройство по программе получили порядка двух миллионов рублей. На эти деньги оборудовали современную детскую площадку, поставили ограждения, бордюры, освещение, обустроили ливневку, заасфальтировали двор. На этом, рассказала старшая дома, останавливаться жильцы не хотят и строят серьезные планы на будущее. Мы себе хотим, чтобы еще спортивную площадку сделать, спортивный тренажер, зарабатываем деньги вот это. Тут еще хотим себе такие сварить, навешать цветников вот это сделать, альпийскую горку там за домом сделать. Ну, у нас планов много. Зону пикника хотим еще сделать, надо денежки зарабатывать и все свои мечты воплощать в жизнь. Показали гости и новый сквер, который появился в Свободном буквально в ноябре прошлого года. До этого времени подобной территории в этом районе города не было. А появилась она благодаря взаимодействию Свободницкой администрации и жителей. Светлана Калинина тут же отметила, это хорошая практика, когда сами горожане решают, что необходимо сделать в городе. 18 марта сверху нас занял первое место в детском голосовании. Вот это было, значит, в 16 территорий мы выставляли. Люди предложили, собрались максимальное количество голосов, потому что в данном районе вообще нет ни одного сквера. Зоны отзывов, такой, мне кажется, на первом нигде не было. Поэтому жители очень активно подошли к этому. В сквере оборудовали детскую площадку, тренажеры, скамейки. Рядом сделали парковку, в том числе с местами для маломобильных горожан. В конце рабочей поездки Светлана Калинина подвела итоги. Работой в Свободном член Центрального штаба ОНФ осталась довольна. По программе переселения, если есть вопросы по качеству, они устранимы, и сразу принимают какие-то решения и глава, и подрядчики. По остальным вопросам, связанным с программой формирования комфортной городской среды, я могу сказать, подход очень правильный. Мне нравятся отношения людей к этому проекту. Люди выходят на субботник. И действительно организовано вот это общение власть и человек, и общество. Это здорово показать на всю страну вот такой хороший пример. Конечно, денег мало и денег надо больше. Конечно, мы понимаем и по программе переселения. Вот я еду по городу, вижу очень большое количество домов, которые сегодня не попали в программу переселения, но по факту они ветхие, непригодные для проживания. Мы будем работать вместе с мэром, будем смотреть, как дальше решать эти вопросы. Но действительно, Свободный хочется, чтобы стал городом сад. В свою очередь, глава Свободного рассказал, высокая оценка радует и говорит о том, что у него, как у руководителя города, получается выполнять свою работу качественно. Но, подчеркнул Владимир Константинов, это не только его заслуга. За дел выполнили и предыдущие главы города. Также городоначальник отметил, со Светланой Калининой он обсудил важную проблему, которая существует в Свободном – выделение квартир детям-сиротам. Сейчас в очереди стоят более 300 человек. Стоимость одного квадратного метра сейчас, строительство одного квадратного метра на территории города Свободного переваливает уже 70 тысяч рублей. Поэтому построить и всех вселить сирот, предоставить им квартиры, не представляется возможности. И выделяется в пределах где-то 10-15 квартир. Купить на вторичном рынке невозможно, потому что в городе Свободном вторичный рынок просто отсутствует. Строить дорого, и такие деньги не выделены. Поэтому с Русланой Викторовной мы проговорили тему обеспечения жильем детей-сирот. В следующий раз Светлана Калинина посетит Преамурья уже через полтора месяца. Она должна будет посмотреть, как в регионе учли ее замечания. Вполне возможно, что член Центрального штаба УНФ вернется и с новыми предложениями. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Анастасия Петраш, Амурское областное телевидение.